Поймите, это так просто. Жалко тех людей, которые не знают Бога или идут против Бога. Сердце болит за них, и слезы льются из очей. Нам ясно видно и рай, и муку. Мы познали это Духом Святым. Вот и Господь сказал, Царствие Божие внутри вас есть. Так отсюда еще начинается вечная жизнь, и мука вечная отсюда начинается. Из-за гордости теряется благодать Божия, а вместе с нею и любовь к Богу, и дерзновение в молитве. И тогда душа мучается злыми мыслями и не понимает, что надо смириться и надо любить врагов, ибо иначе нельзя угодить Богу. Ты говоришь, враг гонит нашу святую церковь. Как же я буду его любить? А я тебе на это скажу. Бедная твоя душа не познала Бога, не познала, как Он много нас любит и желанно ждет, чтобы все люди покаялись и спаслись. Господь есть любовь и дал на землю Духа Святого, который учит душу любить врагов и за них молиться, чтобы и они спаслись. Это и есть любовь. А если судить их по делам, то они заслуживают наказания. Слава Господу, что Он так много нас любит и прощает нам грехи, и Духом Святым раскрывает нам тайны свои. Господь дал нам заповедь «Любите врагов ваших». Но как же их любить, когда они делают зло? Или как любить тех, кто гонит церковь святую? Когда Господь шел в Иерусалим, и самаряне не приняли его, то Иоанн Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это. Но Господь им милостиво сказал «Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Так и мы должны иметь одну мысль, чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них, что они заблудились от истины и идут во ад. Это и есть любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, то Господь милостиво выразумлял его. Так и мы милостиво должны поступать с теми, кто заблуждается. И тогда спасемся милосердием Божиим. Любовь познается Духом Святым, а Духа Святого познает души.